Всем привет! Вы на канале BatonIT и с вами Саня. В этом видео я расскажу, как сменить аватарку вашего профиля на вашей PS4 на старой версии прошивки. В одном из прошлых видео я показал ручной способ, в этом же я покажу автоматически. Он гораздо проще и не требует большого количества действий. Ну и давайте приступим и перейдем на ПК. Для создания установочного файла нам понадобится программа, которая находится в папке и сама картинка, которую вы хотите использовать. В моем случае это значок канала. Интерфейс программы максимально простой. Самое важное находится вверху. Если ваш аккаунт был в PSN или вы активировали его оффлайн активатором, то нужно выбрать Offline Activated. Если же вы создали пользователя и не активировали его и не выходили в PSN, то нужно выбрать Local. Ниже видим изображение и надписи, где сказано, что надо кликнуть два раза, чтобы добавить картинку. Я выбираю изображение значка канала. Отдельно спасибо зрителю, который прислал PNG изображение без фона. Правда, спасибо всем, кто помогает. Вы лучшая аудитория. Но вернемся к аватарке. Естественно, вы можете использовать любое изображение. Программа сама все адаптирует. Но имейте в виду, что оно обязательно должно быть квадратным. Остается нажать Export Avatar и сохранить файл с необычным разрешением X-Avatar. Создание завершено. Да, все очень просто. Автоматический метод. Осталось только установить все на PS4. И для этого копируем файл на флешку. Теперь переходим к PS4. В данный момент вы можете наблюдать, что на моем аккаунте не установлен аватар. Используется стандартная заглушка в виде смайлика. У меня стоит прошивка 9.0, но все также будет работать на любой прошивке, на которой доступен запуск Homebrew программ. Данный метод и формат создал разработчик LAPI. Поэтому для установки файла X-Avatar обязательно необходима программа PS4 Explorer. Только она способна прочитать наш файл. Для начала перейдем на нашу флешку, по пути, который вы сейчас наблюдаете. Внизу видим наш файлик. Для того, чтобы его открыть, быстро нажимаем крестик два раза. В центре экрана появилось окно. В нем находится ник аккаунта. Стрелочками их можно пролистывать. Доходим до аккаунта, на который хотим установить аватар. У меня это боттл Найти. Остается нажать крестик и все готово. В левом нижнем углу есть надпись, которая это подтверждает. Пора вернуться в главное меню. О, уже заметили, что в сообщении слева есть изображение канала. Фактически изменения вступили в силу сразу. Но так как консоль все еще содержит в кэше старые данные, изменений пока не видно. Но ничего, нужно просто перезагрузить консоль. Тогда все данные обновятся и вступят в силу. Благо процесс занимает всего лишь пару минут. Вот оно, получилось. Теперь у нашего аккаунта есть аватарка. Практическое применение я вижу, когда консолью пользуется больше одного человека и один из них ребенок. Ему будет гораздо проще понять где его аккаунт. Да и эстетически выглядит здорово. Разве что есть ограничения в виде квадратного изображения, а в остальном все в воле вашей фантазии. Можно менять аватарку хоть каждый день. Изображения изменились абсолютно везде. В общем, все работает. Но я как обычно углубился в тему и выяснил кое-какие подводные камни. Те, кто смотрел видео про ручной способ, наверняка вспомнит этот путь и эту папку. После установки автоматическим способом тут есть несколько мусорных файлов. Я решил провести тест, удалить и посмотреть что будет. В итоге все нормально, аватар остался. Значит эти изображения можно удалить, это мусор. Вот и все, максимально простой способ. Кстати, напишите в комментариях, как вам качество картинки. Стало ли лучше после перехода на ноут 20 ультра. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю этому сообщения. Ссылки на донаты и патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.